Не допустить кровопролития в Кении с таким призывом к властям африканского государства обратилась госсекретарь США. Заявление прозвучало в связи с предстоящими там в марте будущего года всеобщими выборами. В ходе визита в Найроби глава американского внешнеполитического ведомства отметила, необходимо обеспечить прозрачный, заслуживающий доверия избирательный процесс. Парламентские и президентские выборы в Кении станут первыми с 2007 года. Тогда, после голосования, в стране разразился политический кризис, который перерос в кровопролитие. В Найроби Хиллари Клинтон прокомментировала и соглашение между Южным Суданом и Суданом. Эти страны договорились о прекращении конфликта вокруг транспортировки нефти. Стороны заключили соглашение, в котором зафиксированы тарифы на транзиты и переработку черного золота. Напомним, Южный Судан получил независимость год назад. С тех пор государства оспаривают богатые нефтяные местонарождения территории. В ходе последнего раунда переговоров с Суданом власти Южного Судана внесли смелые предложения. Соглашение было согласовано при поддержке Африканского союза. Думаю, это принесет огромную пользу и Джубе, и Хартуму. Что касается выборов в Кении, то хочу отметить, что избирательный процесс должен быть справедливым.